Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео ссылка. Значит, ребята, в описании видео есть две ссылки. Первая, не рассуждаем, а садимся за Ubuntu. Вторая, для программистов только Linux и точка. Я написал мой подход к выбору именно Linux. Возможно, вы для себя что-то возьмете. При этом, ребята, когда я начинал делать школу Kotlin плюс Android Studio плюс Blockchain, грубо говоря, на Windows я даже бы и не взялся за это дело. По одной простой причине, что больше времени ушло на настройку. Для чего написаны эти статьи? Эти статьи написаны... Сейчас, секундочку. Первая, не рассуждаем, а садимся за Ubuntu. То есть, это просто сообщение, как рекомендация из группы, которые вам помогут открыть глаза, зачем вам Linux. А вторая, для программистов только Linux и точка, вам поможет не сдаться на пути, пока вы осваиваете Linux. Потому что, когда вы начнете освоение Linux, то, конечно же, у вас будут трудности. С Linux надо разобраться. Эта статья поможет вам ответить на вопрос, зачем мне это. При этом, заметьте, вот, допустим, в школе Kotlin я же не навязываю, хочешь, делай на Windows, но я все уроки показываю под Linux. То есть, у меня не стоит вопрос, что вот, будем делать на Windows, будем делать на Linux. Я ребятам сказал так. Все библиотеки, которые мы будем делать, есть под Windows, но должны быть готовы к трудностям. Готов к трудностям, вперед на Windows. Если, значит, приложить немножко терпения и работать с Linux, то от программирования будешь получать только удовольствие. Все программисты мира, в большинстве своем, работают на Linux. Я здесь написал, как у меня было, как доводы, и почему я сегодня испытываю удовольствие от именно разработки на Linux. Прочитайте, возможно, эти статьи вам помогут. Ну, а кому интересно направление, присоединяйтесь еще и в школу. Начинайте с быстрого старта. Кстати, здесь есть статья, я еще рассказал не статья, а курс. Сейчас, кто будет устанавливать Linux с Windows, как это сделать, чтобы не снести Windows, чтобы системы не мешали друг другу. Ну, а ребята, я смотрю, сначала сидели, я тут поудалял все сообщения. Сейчас, секундочку. Уже прочитанные, да, за последние... Сейчас, сейчас, сейчас. О! То есть, за последние дни, за последние несколько дней 219 сообщений. Грубо говоря, тут есть некоторый там с YouTube, но, а так, грубо говоря, ребята начали разбираться, и потихонечку, у кого лучше, у кого хуже, но получится точно у всех. Так что, вперед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!